Привет-привет! Сегодня у нас 27 ноября, 8.30 утра. Вот еще раз покажу вам свое дерево, и сквикишка спит под ним, как в лицу, моя хорошая. На пляж я сегодня не пошла, я ходила вчера, и там вывесили флажки о медузах. Тут где-то раз в месяц на новолуние подплывают к берегу медузы такие прозрачные. И не рекомендуется плавать, потому что прикосновение этих медуз вызывает ожог, и довольно-таки болезненный. Туристы все равно плавают, но я стараюсь этого не делать, я вчера просто быстренько окунулась, а сегодня решила вообще не ходить. И вместо этого я решила сегодня сделать маску для волос. Я нашла в интернете рецепт, я и знала этот рецепт, мне мама когда-то давно давала его. Вот здесь пишут 1 ложка касторового масла, 1 ложка сока лука, настойка календулы, стручковый перец, меда коньяка, желток. Я не буду все ингредиенты добавлять, я посмотрю, что у меня есть в наличии. Вот я все это уже достала и приготовила. И сейчас я покажу, что у меня здесь есть. Касторовое масло, чего я добавлю. Буду добавлять по такой неполной чайной ложечке, потому что у меня чайная ложка очень огромная, она практически как столовая. Но можно, смотря от того, у кого какие волосы длинные, густые, добавлять больше. У меня волосы короткие и абсолютно жидкие, поэтому я буду добавлять поменьше. Стручковый перец. У меня осталось, это я где-то когда-то покупала в русском магазине. И как-то я даже пыталась делать сама настойку стручкового перца. Замачивала на месяц или сколько там в спирте. И потом использовала. Но это давно еще на Аляске было. Вот из того, что там у меня в маске написали, настойка календулы. У меня настойки календулы нет, но зато у меня есть, как он называется-то, лопух. Настойка лопуха. И вот я ее тоже добавлю. Сюда чайную ложечку. Желток. Я сейчас покажу, как я его делаю. Яйцо надо разбить аккуратненько, вот так пополам, чтобы не повредить желток. И слить белок, вот так вот перекатывая. Желток. Можно сливать в какую-то тарелочку или стаканчик, чтобы потом его использовать где-то при приготовлении. Но я ничего такого не знаю, что готовить из белка. И поэтому я его просто выкидываю в раковину. По максимуму я отделила. В принципе, можно, конечно, добавлять и с белком, но просто маска будет более жидкая тогда. И будет ее труднее нанести на волосы, а белок никакими полезными свойствами для волос не обладает. Дальше Чайная ложка меда. И надо коньяка, но у меня коньяка нет. Вот у меня есть зато ром, поэтому я налью чайную ложку рома. Еще у меня есть, я просто достала все свои запасы. Давно-давно, уже год, наверное, я вообще никаких масок не делала. Сейчас очень сильно стали выпадать волосы. Я вот решила что-то такое. Масло Олив, это маслины и чайное дерево. Ну, я уже не буду очень много масла добавлять. Я и так добавила касторового. В следующий раз можно, в принципе, вместо касторового масла взять вот это вот масло. И еще у меня есть вот такое касторовое масло. не жидкое, а как бы в кашице его тоже можно добавлять, если сделать маску, если маска получается очень жидкой, чтобы погуще ее сделать, можно добавлять вот такое вот густое масло. Ну вот и все. Я перемешала. Можно, конечно, при желании добавить и чайную ложечку лука. И, наверное, даже очень хорошо ее добавить, но мне не охота возиться, у меня нет сока какой-то выжималки, чтобы сделать выжать сок из лука. И а кашицу я добавлять не хочу, потому что потом очень трудно избавиться от запаха волос. Поэтому я делаю без лука, хотя если вы хотите, то можете добавить. И лук очень-очень полезен для волос. Все. Маска готова. Теперь я приготовила, я должна буду нанести ее на волосы. Я приготовила вот такую шапочку после того, как я нанесу маску на волосы, я одену шапочку и замотаю, закутаю полотенцем. И оставлю так на... Чем дольше, тем лучше. Можно оставить и на два, и на три, и на четыре часа. Но лучше... Чем дольше, тем лучше. Но нет такой возможности, конечно, ходить в этой маске целыми днями. Кому-то на час достаточно вполне. Через час можно помыть волосы и смыть эту маску. Ну вот, все. Нанесла я маску. Одела шапочку, замотала сверху полотенцем. И пойду сейчас готовить завтрак и заниматься своими делами. Как минимум час времени эта маска должна у меня побыть на волосах. И когда я ее смою, я надеюсь, что мои волосы будут выглядеть вот так.